Хоба! Привет, с вами доктор Влад в ночном варианте. Ну, я не удержался, еще раз решил ролик записать. На мой ролик тут очень много народу пришло, вот я пишу про то, что Навальному отказали в регистрации. И дальше вот тут случай был сегодня. Ну, знаете, да, автобус въехал в подземный переход в Москве. Я даже ролик посмотрел, я вообще такие ролики не люблю смотреть. Ну, тут ничего такого страшного, просто автобус-то поворачивает и едет в подземный переход. Я долго размышлял, что могло быть, почитал, послушал, что тут люди, почитал, вернее, не слушал, почитал, что тут люди говорят, кто чего перепутал газ с тормозом. У меня такое бывало, да, особенно когда я вот только получил права. Вот, у него 30 лет стажа, ребята. Как он туда поехал, это, не знаю, это какое-то умопомрачение, да. Ладно, смотрю дальше, вот, что у нас тут происходит. Вот, насчет Навального, да, выступления в ЦИКе. Или, как сказать, в ЦИКе, да. Ну, Навальный, ладно, Навальный всегда у Ленина ровно говорит. Ну, Памфилову едва ли на истерику не срывается. Слушай, а какое твое дело, а? Я имею в виду Памфилова. Ну, у тебя есть закон, да, вот открыл Конституцию и читаешь. Нельзя кого? Нельзя тех, кто в тюрьме сидит. Вот, и нельзя, это, умственно, неполноценных, по-моему, так, что ли, да. Ничего не сказано, у кого там непогашенная судимость или что-то в этом роде, да. Она начинает с ним спорить, и, я говорю, срывается чуть ли не на виск. Это, опять, это отклонение, вот, понимаете, это отклонение от, нет, не от нормы даже, это отклонение от психического нормального состояния, понимаете. Вот, ну, ладно, прочитал, решил тут делами заняться, и вот, ну, думаю, сейчас еще посмотрю. Вот тут, и тут меня, знаете, вот меня просто вот ошарашило, да, смотрите. Смотрите, авиакомпания «Победа» вновь внепланово, вновь внепланово посадила самолет из-за курильчика на борту. Вы представляете, целый самолет сажают за то, что кто-то закурил на борту. Это что, как, это сумасшествие, ребят, это уже вразнос называется. Почему не в первый раз? И вот они сказали, что ранее в «Победе» заявили, что собираются поступать так каждый раз в случае курения на борту, сажать самолет в ближайшем аэропорту, потом добиваться от курильщика компенсации. Я уже шепотом говорю, потому что это уже психоз, вот, психоз, понимаете. Вот другого слова нет, уже жители страны уже так вот кусочками, кусочками, кусочками начинают сходить с ума. Что Памфилова, что вот этот курильщик. Ну, это как? Как можно? Целый самолет. А что, люди виноваты, что он закурил? Или вот этот вот водитель, да, который просто взял и поехал в переход там давить всех подряд. Это что такое, а? Это уже, так сказать, нет. Как это лучше выразить свою мысль? Ведь это для целой страны, я говорю, да. Это уже страна потеряла ориентиры. Это уже, помните, у Маяковского было, что такое хорошо, что такое плохо. Вот уже все размыто, да, что хорошо, что плохо. Сажать целый самолет, а то, что кто-то закурил, да. Или взять на автобусе, поехать туда, понимаете. Или вот этот вот человек, государственный человек, Памфилова, да. Она вдруг, значит, начинает спорить что-то, обсуждать. Что обсуждать? Вот есть закон, да, конституция, основной закон. Вы должны его пропустить, понимаете. И вот мне это очень странно, ребят, и, в общем-то, ожидается у психически больного, ожидается весеннее обострение. Вот я вам так скажу. Что из этого получится, я не знаю. Но что-то, что-то не очень хорошее вот у меня думается, понимаете. Когда уже с катушек люди слетают. Уже на всех уровнях слетают просто с катушек. Вот у меня такое мнение, если у вас другое, поделитесь. Всего хорошего на сегодня. Все, до свидания. С вами был доктор Влад.